В Хасавюрте состоялось официальное открытие первой северокавказской научной конференции на тему «Мочекаменная болезнь. Современные достижения в лечении и основы метапрофилактики и камнеобразования», которое пройдет в течение двух дней с 4 по 5 марта в здании Дворца культуры «Спартак». По словам главного врача Центральной городской больницы города Хасавюрт Алжанат Гаджиевой, работа конференции стала возможной благодаря поддержке муниципалитета и Министерства здравоохранения Республики Дагестан. Данное мероприятие направлено на привлечение внимания населения на важность профилактики мочекаменных болезней, так как болезнь всегда легче предупредить, чем лечить, подчеркнула Гаджиева. «По инициативе врачей Центральной городской больницы города Хасавюрта, именно урологического отделения, проводится первая северокавказская конференция профилактики мочекаменной болезни. То есть, мы возвращаемся к истокам, что всё надо сначала разъяснять населению, чем потом уже, когда заболевание возникает, его лечить. Лечить всегда слаживнее, чем предупредить. Вот предупреждением этих заболеваний, разъяснением этой работы и какие плоды мы от этого получим, вот для этого это всё организовано». Одно из крупнейших мероприятий медицинского направления в Хасавюрте привлекло к участию медиков с ближайших регионов страны, таких как Чеченская республика, Кабардино-Балкария, Республика Северная Осетия, Астраханской области, а также специалистов из ведущих клиник Санкт-Петербурга и Москвы. Соведующий отделом регионального развития урологии научно-исследовательского института урологии имени Лопаткина Игорь Шадеркин подчеркнул, что благодаря подобным конференциям происходит обмен опытом и навыками в использовании современных научных достижений врачами в данной отрасли. «Дагестан – это, конечно, эндемичная зона у мучекаменной болезни. У нас в институте урологии большое количество пациентов лечатся, получают высокотехнологичную медицинскую помощь. Вовлечённость пациентов в решение своих вопросов, своим здоровьем является крайне важным аспектом. Поэтому сегодня, первый день этого большого двухдневного мероприятия, мы проводим школу. Школу для пациентов, в первую очередь. Мы учим наших пациентов проблеме, учим, на ней рассказываем и говорим, как можно её предотвратить». Врач-уролог Всероссийского центра экстренной радиационной медицины имени Никифорова МЧС России в городе Санкт-Петербурге Нариман Гаджиев положительно оценил опыт проведения собрания врачей-урологов в Хасавюрте и выразил надежду на достижение цели и задач, поставленных организаторами. Далее отметив, что основная цель участников конференции – помочь пациентам, страдающим мочекаменными болезнями, так как именно недуги, связанные с этой болезнью имеют частые рецидивы. «Собственно, цель у нас достаточно большая – помочь пациентам с мочекаменной болезнью. Это пациенты, нуждающиеся в частых, порой инвазивных, сложных оперативных манипуляциях. Я очень-очень надеюсь, что эта школа, как и последующие другие, поможет пациентам избежать грозных и серьёзных осложнений». Открывая конференцию, заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Исмаил Дадаев поприветствовал всех участников и гостей собрания от имени главы города Хасавюрт Зайнудина Акмазова, собрания городских депутатов и пожелал всем присутствующим плодотворной работы. Подобные мероприятия на территории Хасавюрта проходят впервые. Это значит, медицина города делает уверенные шаги к развитию. Охрана здоровья граждан является одной из приоритетных задач как для представителей медицины, так и руководства города, сказал Дадаев. Важным моментом стало выступление представителя духовенства города, заместителя имама центральной мечети Камильгерея Салгиреева, который подчеркнул важность с точки зрения шариата проведения работы над сохранением здоровья. «Здоровье является одной третью всех благ этого мира. Потеря здоровья – это потеря одной трети всех благ, которые дает Всевышний Аллах. Поэтому Ислам придает такое значение здоровью. И Пророк, салли Аллаху, очень много указывает в хадисах на важность сохранения здоровья. Когда к нему пришли люди, говорят, я, салли Аллах, она, Тадава, лечиться ли нам? Он сказал, Тадаву, я, Ибад Аллах. Лечитесь, у рабы Аллаха. В другом хадисе Пророк, салли Аллаху, говорит, для каждой болезни есть лекарство». Программа конференции предусматривает проведение для пациентов школы «Жизнь без мочекаменной болезни», в рамках которой были зачитаны доклады врачи-урологов, затрагивающие самые различные направления профилактики мочекаменных болезней. Рассказывая о причинах и следствиях возникновения данной болезни, помощник директора по научно-консультативной работе научно-исследовательского института урологии имени Лопаткина Магомед Катибов отметил, что обменные нарушения являются основным фактором заболевания. «А что такое обменные нарушения? Обменные нарушения – это следствие нашего своего образа жизни. Семейная организация здравоохранения доказала, что возникновение болезни на 50% зависит от образа жизни. Поэтому цель сегодняшнего дня конференции – обучить людей без специальной медицинской подготовки, как вести правильный образ жизни, чтобы снизить вероятность возникновения этих обменных нарушений». В ходе конференции присутствующие могли задавать интересующие их вопросы и получить профессиональную консультацию. Во второй день предусмотрено проведение двух научных сессий «Современные подходы к диагностике мочекаменной болезни и современные достижения метапрофилактики мочекаменной болезни». Царя Махайбулаева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова